Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шаки Рыжан. Белый маг, совершенно не пушистый. Это мое изречение проходит под номером 233 в списке изречений Дауира Шаки Рыжан. И смысл этого изречения заключается в том, что люди со словом «белый» ассоциируют что-то хорошее. То есть, если получили деньги, то это хорошо, значит это белое. Но на самом-то деле совершенно не так. Белый маг – это отрешение от всего мирского. То есть, это отрыв от святий. И суть белой магии – это тоже мое изречение есть, такое, разрыв всех святий. И белый маг для окружающего мира, особенно социума, он поэтому и уходит от социума, чтобы социум ему не докучал. Поэтому он уходит жить в пещерках, где-нибудь в лесной чаще или в пустыне, чтобы не соприкасаться с людьми, чтобы не было связей. И он нарабатывает качество разрыва связей. Ну и в этом плане, конечно, есть такой побочный эффект. Белый маг, умея разрывать все связи, может, конечно, уничтожить онкологию. Онкология – это связи, когда вот масса клеток друг к другу цепляется беспорядочно и беспорядочно растет. Вот связи с белым магом разрываются вот на шелчок пальцев, и это достаточно такое яркое качество белого мага. И белый маг отнюдь не является пушистым, как все вот привыкли. Белый – значит пушистый. И есть устойчивое такое выражение – белый и пушистый. А белый маг, он напротив. Он колючий и режущий. Если у вас есть что-то дорогое в мире, упаси у вас Бог столкнуться с белым магом. Он эту связь разрежет или разрубит, разорвет вмиг и даже не заметит этого. Он просто своим присутствием модулирует пространство так, что в нем будут рваться и рушиться все связи. Поэтому белый маг для обычного человека совершенно не пушистый. И это нужно понимать, когда предъявляешь какие-то претензии к белым магам. Лучше с белым магом не столкнуться. Мол, а если белый маг сам пришел, ну что же делать? Все накрылось медным тазом, что называется. Такой он уж, этот белый маг. Именно об этом гласит мое изречение по номерам 233. Белый маг совершенно не пушистый. На этом до свидания. До новых встреч.